Всем привет, с вами снова Соня И сегодня я бы хотела подвести некие итоги о прошлых трех неделях И вообще рассказать, что со мной происходило В каком мне настроении, какие у меня мысли, какие у меня переживания Что вообще происходит в моей жизни И надеюсь, вам это будет интересно, вам это понравится И давайте начнем Во-первых, как вы уже знаете, я поступила в МГУ И поступила я на платку Да, поступила я на платку, и это психфак Самое ненормальное, наверное, место в МГУ и самое лайтовое Потому что считается легендой Во-первых, что с психфака хрен вылетишь, особенно если ты платник Дальше то, что на психфаке достаточно весело учиться Пока не знаю И третье то, что психфак вообще как сам по себе он интересен Не то, как факультет, а какие на нем преподаватели Так же, как он вообще устроен изнутри, какие там правила Вот он как бы интересен И это некий его плюс И поэтому там весело Наверное, я не знаю, как это лучше объяснить Но мне очень нравятся наши старшекурсники Тем, что они добрые к нам, они достаточно отзывчивые И они относятся к нам, не знаю, как к нам, так к нам первокурсникам Как к деткам Хотя так и есть, потому что по сравнению с ними Мы реально детки Особенно если учесть, что некоторые второкурсники Им уже где-то 25 Потому что, ну блин, у нас одна Моя одна сокурсница, ей скоро 25 Ей сейчас 24, будет 25 И такие у нас есть Есть, которые по 20 Даже есть несколько, которые уже заужим Угу, да Ну, в общем, курс у нас разнообразный Проучилась уже 3 недели И могу сказать, что это сложно достаточно Особенно если понимает, сколько информации нужно учить При том, что еще на сессиях все это нужно сдавать Просто, знаете, все, застрелиться и все, и уйти Но это не школа, это уже университет И это веселее, но при этом это и сложнее И да, короче, в наш первый учебный день Нам показали некую презентацию И там была, короче, надпись Институт зачеркнута красным И написано университет И парень, который нам вел эту лекцию Такой, типа, скажите, скажите университет Я вас отчислю нафиг И мы всему похлопали Потому что, ну, типа, ну, понятно, что юмор Но все равно так Ты типа, опа Зовем только университет Только университет Никакого института У нас университет Все, университет Хоп Я встретила Настю из Америка Прожект Она приехала вроде как на Видеопипл Витфест Не знаю Потому что я вообще После моего неудачного Опыта с Витфестом Летом Какого-то там Года И я поеду больше на эти Принемероприятия Не хочу ходить И не буду даже Хотя, не знаю Так вот, я встретила Настю И она Как бы устраивала Некую фан-встречу Иду на встречу Со 7 из самых важных Для меня людей Я, черт возьми, потерялась Хотя нет Уже не потерялась Сейчас приду Я боюсь встречаться С человеком Который вдохновлял Меня долгие годы И тут бобац Ну, типа Встречаю Окей Ладно И мы Хорошо погуляли Также там было Еще три девочки С которыми мы Отлично пофоткались Да И Мне просто понравилось Проводить время С вот такими Вот людьми Даже я поснимала Некоторые фрагментики Видео Я ее встретила Значит, с фотосессии А то выкладываем Все в инстаграм И отначально Нет, у меня канал есть У тебя канал есть? Да Да Мне он договорил Я получила Наслаждение От общения С этим ярким человеком Я с ней обнялась И она мне даже Автограф написала Я вам сейчас покажу Этот автограф Блин, вам не показать Это будет нечестно даже Вот Ну Фокус Фокус Опа И я скажу сразу Я так не распишусь Я так не напишу Это реально Это настоящий документ Доказательство того Что я Окей Я просто покажу вам фото И вы уж точно поймете Что это Не вранье Вот Что еще я хочу вам сказать Я была на официальном Пастфяте НГУ Такое проводится Каждый год Для первокурсников Едем на Пастфят Едем Едем на Пастфят Едем Едем на Пастфят Едем Едем на Пастфят И он проводится Только раз в жизни Только для первокурсников Поэтому если ты на него не поедешь Ты просто будешь жалеть оставшуюся жизнь Ну Это я цитирую просто фразы наших старших уров Вот И я на него поехала Получила удовольствие Провела время с веселыми, хорошими людьми Познакомилась с новыми людьми И просто покайфовала от души И также выложу Возможно выложу Если я все-таки буду что-то снимать Если там будет что-то адекватное Что можно будет снимать Я выложу неофициальный Пастфят Это палатки, костер Возможно шашлык, еда Питье Понятно В принципе это все Что я вам хотела рассказать Наверное то, что Я как обещала Я в конечном счете отмонтирую все свои ролики И всех выложу Даже старые влоги с конспекта Которым будет уже скоро год Через несколько месяцев Но я должна все это выложить И также я выложу Спика Ленина много материала Я должна была выложить один ролик Спика Ленина Но так как он Немножко неэстетичен И он немного Как сказать Он противоречит Нормальному моему контенту В том смысле Что там есть некие моменты Которые нельзя Или не стоит показывать Детям, людям И вообще Тем, кто плохо переживает Какие-то плохие события Не только в его жизни А вообще в принципе В каких-то там Не знаю вот В том ролике Просто в том ролике Рассказывается О трагедии Предзошедшей на пике Ленина 27 лет назад Там рассказывается Про ледник И про авину Которая Из-за взаимотрясения Начала спускаться вниз коры И накрыла лагерь альпинистов Это неправильно Показывать Кости Да Там есть видео Там есть фотографии Фрагменты с костями Обычному человеку Которому Это во-первых Будет неприятно Во-вторых Ну Это тяжело смотреть На чью-то смерть Вот именно В таком вот проявлении Ее Поэтому Я переговорила с папой И решила Что-то не выкладывать Это Я пока не держу Я пока не удалила его Я его пока держу Только в ограниченном доступе Вот И я его вряд ли кому-то буду показывать Максимум Саму себе Или там кому-то из друзей Если они будут заинтересованы По-настоящему В этой истории Это максимум Но вот зрителям всем Даже вот Вам Ну зрителям своим Я показывать не буду Только если Вы меня очень хорошо попросите И то Я об этом еще буду думать Также я хочу сказать Что я планирую еще выложить Отдельный ролик Касательно Того Что я планирую Вообще Поменять свою жизнь Потому что Последнее время Я живу как Полное Извините Говно И просто Не знаю Самоуничтожаю себя Просто В конец И это мне жутко не нравится Я хочу как-то меняться Я хочу По-настоящему Измениться И быть другой Не в том смысле В характере А в том смысле В своем образе жизни В своем поведении Мысли поменять Конечно Это все будет не сразу Это все должно идти постепенно Потому что никто вот так вот не меняется за раз Вот И это всегда очень сложно Когда ты меняешь свою внутреннюю душу Меняешь свое я Меняешь вообще свой внутренний мир полностью Чистишь его Скажем так Это очень трудно Очень сложно Это невозможно Ни за два дня Ни за один день Ни за два дня Ни за неделю Это долгий процесс Над которым ты работаешь Поэтому я возможно Буду выкладывать последовательные ролики Касательные меня Касательные моих ощущений И даже касательно моего питания Я тоже буду все это рассказывать Потому что Конкретно Я и питание Это вот две Со стороны Главные части Которые Мешают мне жить Да Я и питание Это вот две части Которые Пока что несовместимы В моей жизни И на этом все Надеюсь что этот ролик Для вас был познавательным Что он был для вас полезным Вы немножко узнали обо мне О том что у меня сейчас происходит И надеюсь что этот ролик Вам все таки понравился Вот так вот Так что Если вам понравилось это видео То ставьте мой канал Пишите лайки И подписывайтесь на комментарии И всем пока Я вас люблю Миняны Субтитры сделал DimaTorzok